вот это экскурсия батюшка ведет я расскажу потом он повел не сказал даже задел в лагерь вот видите как растягивается я специально показать чтобы потом прокомментировать это видите как это не меньше 50 метров от стали 15 мая 16 вот это батюшка говорит а вот они идут на таком расстоянии это наш пруд это огород лагерня там утки летают все подтянулись вот послушайте маленько батюшка сидит что-то сфотографируемся ну давай батюшка к ним идет они к нему не идут как у вас не получится на солнце стоим ну вот такая солнце на нас будет светить кого садим вот встаем и все батюшка вставайте сференку куда-нибудь Ваня ну давай давай на шагах просто Ваня выставайте со всех чтобы видно было внимание Наташа скажи раз два три потому что солнце раз два три еще раз внимание руку берите раз два три сейчас посмотрим как они сядут у нас бобры посмотри одни собрались православные спрашивается почему когда батюшка рассказывает на 50 метров растянулись вот эти вот ребята они вообще как будто бы чужие нигде не подходят почему да слушаю стоит такую дали ехать воюте в воскресенье вот заметьте какая разница между русскими и японцами а я здесь с экскурсией провожу здесь сидим где на скамеечках у озера на пруду а ты уже приехал ну хорошо благочинный приехал так отец Олег Мария не отвлекай никого из Романова группа 70 человек японский учитель идет у каждого фотоаппарат это я считал в более давние времена сейчас наверное у каждого видик но ни один нигде не фотографирует но учитель говорит обратите внимание вот это здание вот это угловой макет это относится к 17 веку сколько их там было 30-90 все скинули фотоаппарат и щелкнули почему ему не надо думать что хорошо за него уже обдумали уже книги написаны про это здание а без учителя они прошли бы не заметили идут дальше учитель говорит вы заметили этот светофор этот светофор первый в Токио был все до единого тут же сфотографировали вы еще не знаете что скажет батюшка у него огромный опыт он работал по всей стране священником был в армии что видел идет рассказывает растянулись минимум на 50 метров вот эти ребята они ничем не интересуются идут между собой разговаривают вы никогда ничего не узнаете вот в моей биографии было что встречались интересные люди просто интересно я узнал этот человек был главный радист у Константина Константиновича Рокоссовского и прошел всю войну и он стал верующим его приговорили к расстрелу но потом заменили 25 5 поражения в правах 5 выселки 35 лет получил но Сталин ушел как говорят скопытился его освободили и я с ним встретился он знает писание я только уверовал я теперь стою разинув рот в другом городе живу я переезжаю в тот город где он живет каждую свободную минуту я стараюсь быть с ним он говорит завтра картошку сажают мне не надо говорить я уже стою и жду где соберутся я буду работать другие с лопатами кто работает я рядом с ним буду весь день и в течение одного лета я перенял почти все что у него было у него огромный опыт бывший коммунист это знание Бог как дает как они даются он идет снимать нечем было я перед ним и так иду приплясываю рядом люди а я иду чтобы ни одно слово не пропустить у меня в жизни встречались журналисты очень много приезжали записывали два настоящих только было два один из них прилетел из этой из москвы ну и второй тоже из москвы второй это ягумен отец Кирилл Сахаров от храма Христа Спасителя метров 200 там Берсиневская набережная он там служит это удивительный человек член союза писателей и он приехал с группой у нас здесь был он с утра до вечера записывает тогда магнитофоны были магнитофон сломался он ручкой записывает и все это опубликует в книгах Макаров Сергей Сергеевич он 15 лет был корреспондент комсомольской правды прилетел сюда мы идем 40 градусов мороза у него магнитофон застыл а мы идем в тюрьму ему надо узнать где я сидел за слово Божие где репрессированы убиты он все записывает но магнитофон перестал работать на 40 градусов на морозе он вытаскивает ручку остановись я остановился что сейчас вы сказали а что я сказал ну вы что то сказали я не успел записать я стою на морозе и стою и вспоминаю что я хотел у него громаднейший опыт поездка по всему миру но он встретился что показалось ему интересным я не слышал и это все он опубликует в отдельном материале это интересный человек он много знает и много будет еще больше знать время уже у нас служба уже время идет посмотри у нас же с пяти служба пяти время уже 15 минут уже 15 минут уже мы пока дойдем уже будет пол часа конечно ну все тогда вот я хотел вам на будущее сказать если кто идет где батюшка вы на шаг не отставайте слушайте что он вам говорит еще вот так а вы как старший должны смотреть за этим вы приехали не просто глазами хлопать а чтобы уехать другими чтобы многое многое вам Бог открыл ну ну